Не Федор, это известный математик, вычислитель, специалист в качестве теории эволюционного параблельского университета. Давай по отчеству, по отчеству, по отчеству, Николай как? Николай Николаевич, он заведует кафедрой на физфаке МГУ, давно плодотворно работает, один из ключевых математиков на физфаке. Я надеюсь, что нам сегодня рассказать интересные вещи. Я предлагаю Николаю Николаевичу начать свое выступление. По ходу, я думаю, у нас принято вопросы, которые трудно задавать. Сколько примерно мне надо? Мы не ограничиваем. У нас, в принципе, верхняя граница часа полтора, час сорок. Это очень тяжело. У вас час пятнадцать, у вас точно есть. Хорошо, так, а дальше с вопросами посмотрим, как будет идти. По ходу, или что-то непонятно, буквально вот в таком плане. Хорошо, я начинаю. Да, Грой, пожалуйста. Во-первых, я буду говорить по-русски. Конечно, конечно. Я бы мог бы по-украински немножко сказать. Не, не надо, лучше по-русски. Ладно, хорошо. Значит, по-английски, я понимаю, англо-говорящий сегодня не присутствует. Да, вроде никого нет. Но текст я все-таки на все эти случаи, ну и брал из каких-то, в общем, презентаций. Тоже появилось. Кто появился? Розунова. А, он появился. Николай Николаевич, а можно увеличить размер? Ну, а вот этого того, что здесь это мелкими написано, мы дальше пойдем, я могу, конечно, я больше вылезет за экран. Ну, у меня... А потом у меня то, что есть... Ой, ну хорошо. Ну, давайте, название «Движущие фронты» в уравнении типа Бергерса – это то, чем я занимаюсь, как часть моей работы текущей и прошлого времени. Значит, я хотел поблагодарить Андрея Евгеньевича за приглашение. Несмотря на то, что сложности из преподавания, из организации сейчас процесса и времени не так много, но я все-таки рад разумодействовать со многими коллегами, участниками семинара, ну и надеюсь, что что-то будет интересно, ну, не в чем-то частично. Значит, я не собираюсь вас удивлять техникой, техникой, техникой вы, ну, в своих классах уравнений вы сами прекрасно ориентируетесь, а просто здесь опечатка «Эйшен» пропущенного, но ничего. Значит, это... Я хотел сказать, что с Андреем Евгеньевичем у нас уже давнее взаимодействие. Я где-то в начале 2000-х годов участвовал, ну, по меньшей мере, в паре конференций, которые проводили, ну, вот, организовывали, ну, Донецкая группа, скажем так, под руководством профессора Скоретника. И я с удовольствием вспоминаю эти времена, и так что и помню, тем более, что Скоретник, ну, в неком смысле я родился, примерно, в тех же местах, где он. Так что, вот, всегда, собственно, вспоминаю наши встречи в Берлине, пересечения. Так что, вот, это продолжение нашего взаимодействия, в том числе, в этом направлении. Значит, я буду говорить, ну, что, как я построю доклад? Я в основном буду говорить, слышно нормально? Микрофон у меня нормально работает? Нормально слышно. Да, вполне. Хорошо слышно, все нормально. Я буду, ну, в основном, в детском смысле, даже обзор и выделю, ну, из общей тематики, некоторые классы, знаешь, что-то, ну, многое, ну, частик, или фрагментарно, или где-то больше присутствует в каких-то работах, я на них сошлюсь. Часть из этих работ есть в ссылках, которые, ну, вот, в объявлении к семинару присланы, что-то появится по ходу, ну, и постараюсь объяснить, почему мы занимаемся, какие перспективы, о каких-то обобщениях уже сделанных по отношению к тем задачам, которые будут представлены, я говорить. Ну, не буду подробно, скажу, что есть обобщения какие. Эти классы задач, они в каком-то смысле представлены здесь яркими, являются яркими и хорошо отражающими это направление исследований. Ну, вот, начну вот с чего? Есть какой-то там, ну, какой-то небольшой. Начну с мотивации этих исследований, я это вообще всегда обычно говорю, значит, уравнение типа Бергерса, это очень хороший объект, но в ряде работ, ну, в том числе, ну, вот таких солидных теоретиков, математиков, которые я потом буду упоминать, к ним сводятся довольно сложные системы, и они являются как бы составным блоком этих довольно сложных задач, в которых обоснования, ну, практически трудно реализуемы. Поэтому, даже если смотреть с этой точки зрения, то строгие результаты в этом направлении, а все результаты, о которых я буду говорить, строгие, даже если я их не буду формулировать аккуратно. Николай Николаевич, вот если убрать там УПТ, это будет чистый, по-моему, Бергерс, да? Если убрать УПТ, будет чистый Бергерс, правильно? Ну, нет, это как называть, если убрать УПТ, да? Это будет чистый, чем Бергерс, по-моему. Нет, есть и Экси, на равном нулю. Бергерс все-таки так скорее называют, вот так Бергерс. Это вообще уравнение Хопфа называется. Бергерс, по-моему, равном нулю. Тут идут долгие споры, чьи это уравнения, и там и подстановки линейризующие, то ли Хопфа Ковла есть и авторы нашей. Ну, сейчас не будем, это не есть предмет сегодняшнего. Вот уравнение такое типичное. Часто вот эту нелинейность, но убираю ее под знак производный, называют одномерная задача. Многомерная задача здесь, постановка своеобразная. Я в конце концов, что здесь сделано, кое-что сделано мной с учениками. Ну, или вот вариант, который фактически реализована замена переменных. Вот такой вариант более приемлем для людей, занимающихся теорией нелинейных волн, теорией нелинейных волн, ну, и бакустики и так далее. Здесь как будто бы переменные просто поменялись местами, но там есть другое наполнение. И я хотел сказать, что отчасти то, что я представляю про стимулированные работы мной, ну, с известным... Как говоришь, в виде периода. Там ведь в каком-то случае есть явное решение сводится к одному уравнению, к одному ударной волнке. Юра, Юра, давай, Юрочка, пожалуйста, не надо... Да-да-да, в каком-то случае... Нет, обычно буду говорить. Там нет, во-первых, уравнение, ну, линейризуется, известно. Линейризующая постановка, которая в западной литературе частично у нас называется линейризующая постановка Хопфа-Коула. С Коулом, я лично знаком. Вот, даже с Коулом. Ну, уже его несколько времени нет. Значит, еще раз, мотивация этих исследований была в связи с определенными приложениями и довольно неплохо иллюстрирующие некие процессы. И мы продолжаем в этом направлении работать. Была инициирована Олега Владимировича Вруденко. Ну, это известный физик-теоретик. Он работает на нашем факультете. Физик-теоретик вот в таком смысле, как мы понимаем, занимающийся нелинейными уравнениями. Ну, ему многое, многие есть у него результаты. Он известный специалист в области нелинейной теории ВООН. Значит, вот я здесь привел пару текущих, в общем-то, работ, опубликованных вместе с ним, где можно посмотреть. Они все... Речь идет о движении и обострении, разрушении. Здесь терминология всегда сложная. Я не собираюсь, опять же, это обсуждать. Ударных волнах я так понимаю. Ну, в общем, да. Если говорить, то об ударных волнах, их развитии и обострении. Ну, где вот некий эффект, на который мы обратили внимание в определенном классе задач. Если говорить. Ну, а здесь, конечно, результаты шире. Я буду говорить по математической части и проецировать на этот класс задач. Вот две работы. Это 20-го года, вторая. Это 18-го. Они связаны, в чем их отличие, что принципиально отличает их, я скажу по ходу. Итак, вот обобщение такое очевидное. Ну, первое, которое было сделано сразу же. Ну, и в самом деле, конечно, теория развелась до взаимодействия с Олегом Владимировичем. Потом мы нашли вот эффект обострения, полезный для этих задач. Так вот, вот такое вот простое обобщение, уравнение типа уравнения Бюргерса. Вот такая простая начальная краевая задача. Здесь я пишу при те 0, но в самом деле на некотором конечном промежутке по времени эта задача обычная, начальная краевая задача для уравнения параболического типа. Вот если здесь стоит процент адвекции, в самом деле его можно называть в приложениях. Уравнение тоже классифицировать можно по-разному. Можно сейчас споры говорить, квазилинейное уравнение или такое. В западной литературе так, у нас этот, этот. Значит, это уравнение, мы называем его уравнение в реакции адвекция-диффузия, учитывая вот этот член, отвечающий за перенос, одномерный в данном случае. И вот первая постановка, начальная краевая задача. И здесь граничные условия на границе. Рассматриваем область из 0,1. Постоянные значения. Это важно. Это важно. Ну и везде ниже я не рассматриваю. Это проблема сложная, до конца не решенная. И решенная в определенных классах задач. И гораздо более полное есть решение, когда отсутствует адвективный член. Все представляют, что это гораздо сложнее. Там важно, когда абсинт соединится к нулю вообще-то. Самое важное, когда абсинт к нулю идет. И вот смотрите, у вас есть юнит, эксепсин. Вообще-то этим занимаются многие люди. Начинают Кружково и дальше там. Очень многие, очень многие, очень многие. И я занимаюсь. И очень многие занимаются. И здесь это используется в вычислениях, как некое сглаживание гипотических уровней. Я опять же не буду. Все прекрасно. Здесь эпсион, поскольку я эту задачу тоже называю сингулярно возмущенной. Задача рассматривается при малых параметрах эпсион. И задача описать, доказать существование таких решений, таких решений. И описать их астретотически при малых эпсион. Значит, это типичная задача теории возмущений. И вот, собственно, то, о чем я говорю, это теория возмущений. В данном случае теория сингулярных возмущений, в коей я являюсь специалистом. Ну, вот так их и сказать. Значит, здесь я здесь и ниже. Проблема, ну, такая есть проблема формирования резких фронтов из гладкой начальной функции. А о них пойдет речь ниже. Я вообще ее обсуждать не буду. Она здесь, это отдельная задача, которую нужно посвящать отдельное время. Поэтому я буду говорить о том, что в начальный момент, а потом поясню, как это, что это значит. Хотя там есть и приложения совершенно другие. Что в начальный момент фронт, резкий переходный фронт, ну, в каком смысле объясню, ниже сформирован. Вот эта функция уже представляет собой фронт, ударную волну. Распространяющаяся, в отличие от типичного рассмотрения бюргерства на бесконечной прямой, здесь в конечной области задача рассматривать. Я уже пишу, что бюргерство, это опять углаживает допустимые разрывы для... Юра, 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 обожди, Юра. Конечно, конечно, конечно. Конечно, сглаживает, конечно, сглаживает. Конечно, здесь есть ударные волны, шок-вейвс, это все известно в уравнении киперболического типа. Но здесь идет об уравнении типа бюргерства. Это не сглаживание, введенное для сглаживания, а это естественная диффузия. Вот это называется адвекцией, это называется член взаимодействия реакции, либо источник. Вот если говорить о приложениях. Ну, а уравнение? Ну, вот уравнение какое есть. Есть некие свойства коэффициентов, ну, вот эти функции А и Б, ну, кроме гладкости, которые я буду пренебрегать рассмотрением, ну, кроме каких-то специальных случаев, буду говорить, что достаточная гладкость, и этим заниматься практически не буду, это не ходит в мои сегодняшние планы. Значит, вот постановка задачи. Теперь вторая задача, о которой я буду говорить. Передыдущая задача фактически классическая. Сюда можно отнести задачу с уравнением типа Бюргерса, где здесь стоит У, ну, У фактически. То есть это не линейность гадротичного типа, так ее тоже называют, а вот это источник, либо усиление, вот воздействующее на систему. Это отличие, основное отличие от того, что рассматривалось и делалось в той или иной мере вот в этой постановке задачи. Дальше. Вторая задача, которая будет, что-то мной сказано и выделено, подчеркнуто направление исследования, она отражена в тех статьях, которые я привел в ссылки. очень похожая задача. Ну вот, задача с так называемой модульной нелинейностью. Здесь взят простейший случай. Что такое модульная нелинейность? Вот здесь под знаком производной стоит модуль У. И, ну, значит, если где-то происходит смена знака У в системе, вот в этой задаче, где-то вынужденным образом каким-то, то скачок вот этого коэффициента, он вот плюс на минус. Конечно, здесь тривиальное обобщение, здесь тоже какие-то коэффициенты, вообще говоря, можно ввести разрывные коэффициенты. Здесь при У равном нулю рвется, а можно при У от Х рвется коэффициент адвекции, стоящий при ДУ по ДХ. Это будет, ну, практически то же самое, но я сохраню эту задачу, на ней все виднее. Вот обобщение, оно, ну, достаточно тривиально, по меньшей мере, в том, что я вижу. Может, кто-то видит более глубокий обобщение. Это довольно непрерывная функция, может быть, это теория для любых непрерывных векторов потока развита. Вот это? Да, и в многомерном случае тоже. То есть вектор потока, любая непрерывная функция, может быть. Ну, например, да. Ну, а это вопрос или я что-то... Нет, это комментарий. 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 Значит, ну, вот здесь просто, я еще раз говорю, здесь есть, вот если посмотреть на те работы, и они инценированы, вот как раз модульная, в значительной мере инценирована Рутенко, и там есть важные примеры из приложений в тех работах, которые мы, и в группе работ, которыми занимался он, так сказать, физическими приложениями. Вот, ну, здесь взят простейший случай вот этой модульной нелинейности. Ну, значит, если я буду говорить о предыдущей задаче этой, где, ну, все хорошо, все гладко, ну, и это аналог квадратичной нелинейности, то там класс решений, это обычные классические решения. Хотите как их, я не думаю, что нужно определять их. Если говорить о задачах с разрывами каких-то, либо источников, либо вот коэффициентов адвекции, адвекции, либо переноса, то здесь я ввожу, ну, класс решений, фактически, ну, специальный класс решений, связанный с рассматриваемыми задачами. Значит, в какой-то точке X со звездочкой T допускается разрыв. Николай Игорь Иванович, значит, что T большого там, оно как-то определяется или... Не слышу, что T большого. T большой определяется или надо его искать еще? T большой там же. И ни в коем случае, ничего не искать. Задача нелокальная постановка. Вот задача. На промежутке 0T рассматривается задача. Мы можем обсуждать, что это за T. Когда, ну, значит, вот постановка задачи, ничего пока искать не нужно. Вот нужно искать только вот эту точку. Вот если в определении мы ввели две области слева и справа от точки X со звездочкой, X со звездочкой, возможно, от T, и определили класс решений. Это решения, которые должны быть непрерывны, по производной точки сопряжения. Значит, вот тем самым это уже не классическое решение. Вторая производная там, вообще говоря, может рваться. Вот это, если говорить, это связано из-за того, что мы здесь либо источник рассматриваем разрывный, либо вот коэффициент объекции скачком меняется. Из-за этого меняется класс решений. Вот это тоже, это можно обратить внимание. Но опять же, это не самое главное. Здесь ничего такого уж... Ну, мы не стремимся к какому-то самому жесткому обобщению, потому что, ну, это, опять же, не входило ни в мои задачи, ни в задачи, связанные с предложением. Это естественный класс решений для этого типа задач. Значит, ну, что тут? Я думаю, что рассматриваются нами у нас задач в разных уравнении реакции объекции в дифузе, когда рвется источник, ну, на некоторой пространстве. Ну, например, есть в одномерной задаче в точке. Разрыв есть левее и правее. Разный источник меняется, что тоже связано с положением естественной, меняется среда. И там возникает внутренний переходный слой, резкий переход от одного состояния к другому в окрестностях разрыва. Здесь же, ну, там известен заранее положение этого предписанных задачей, собственно. Здесь вот эта точка разрыва, она, вообще говоря, неизвестна, и предстоит ее... Вот это не Т большой, а вот эту Иксозвездочку надо будет устанавливать, где нужно применять вот этот класс решений. Ну, а так слева и справа от Иксозвездочкой, ну, это фактически классическое решение. Ну, вот Т не зависит? А Иксозвездочка от Т зависит. Зависит от Т, да? Конечно, будет, в конце концов, показано, как зависит. Вот, значит, два типа задач, о которых я постараюсь, так сказать, в обзорном плане что-то рассказать. Значит, классика эта. Ну, значит, и немножко затем скажу о периодических задачах. То, что тоже важно, потому что мы делаем некие задачи обратные в этом направлении. И я об этом расскажу меньше. Итак, ну, теперь, что лежит в основе всех этих исследований? Это точек. Николай Николаевич, вопрос. Так вот эта точка, которая происходит в этой негладкой точке к разрешению, ну, негладкая точка к разрешению, она подписывается или как? Нет, она находится. Она находится. Ну, она же зависит от начальных данных. Она зависит, конечно, от входных данных. Конечно. Ну, так, а как? Тогда на что-то звание начальных данных? Совсем понятно. Она же зависит. Как правильно постановка задача всей? Женя, Женя, вы поняли, как про постановку ставится? Нет, ну, тут неправильно, наверное, описано. Эти множество все-таки не параллелограммы. Есть х-звездочка, это у вас кривая. Как-то я немножко непривычно. Наверное, х меньше х-звездочка Т, и х больше х-звездочка Т. Ну, да, да, это само собой, отписано. А где здесь не так? А то чего вы говорите? Здесь у вас параллелограмма. Ну, вот. И картовое произведение, видите множество-то. Ну, значит, на 0 Т. Т пробегает отрезок, и х пробегает отрезок. Ну, да. Ну, конечно, да, здесь не совсем удачно. Ну, значит, это... Это значит, когда постоянное, да? Но х-звездочка все-таки там имеет какую-то скорость, да? Это типа контакта в расшире. Так это цель х-звездой, она зависит от Т, что ли? Это есть точка? Нет, 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 сейчас секундочку. Х-звездочка зависит от Т. Х-звездочкой, сейчас мы говорим, что есть такая точка х-звездочкой слева и справа, мы пока ничего не говорим, что вот слева и справа от этой точки х-звездочки мы определяем вот эти две области. Левая и правая по отношению к х-звездочке. И там при 0Т мы рассматриваем вот эту задачу. И там мы при 0Т... Сейчас я объясню ниже, чтобы было понятнее. То есть это константа все-таки, да? От Т не зависит? Я пока ничего не говорю. Ну хорошо. Ничего не говорю. Я говорю, что есть х-звездочкой. А решение понимается вот так, что оно должно быть... С1 гладкой в замкнутой области, а С2 слева и справа от х-звездочкой. Но х-звездочка у вас не зависит от Т. Я пока ничего не говорю. Записано, но нет фифирной точки, не зависит от Т. Пожалуйста, это... Хотите, так понимаете. Здесь никакого... Значит, здесь вводится область слева и справа от х-звездочкой. А решение всей задачи на 0,3 и 0,1, это вот такое решение. Пока ничего дальше не говорю. Теперь все-таки это для задачи, когда вы хотите с модульной смотреть. Если задача будет у вас с обычными... С мельненцами типа квадратичные, непрерывные все входные данные, ну гладкие входные данные, достаточно. Там никаких таких проблем не возникает. Итак, я хочу сказать, что все результаты, которые я представляю, они основаны на так называемой общей схеме методов дефекционных неравенств. Это все более-менее представляют, что такое. Есть набор базовых теорем о дефекционных неравенствах для уравнений. Тут разные могут по-разному рассуждать, откуда берутся корни. Я считаю, что это, ну вот, корни берутся из школы Максановича Казачаевского воронежской. Ну и фактически основаны на теории монотонных операторов. Так вот, если говорить о том, что я принимаю, применять, то, что я сделал в этой области, это так называемую схему асептотического методов дефекционных неравенств, развивав для этого и других классов уравнений. Что эта схема подразумевает? Подразумевает построение формальной асептотики по параметру входящей... Николай Николаевич, у вас там в конце классов условия ранкинной гигонии возникнут или нет? Конечно, конечно, если вы хотите сказать здесь, конечно. Значит, конечно, вот это... Ну, здесь, в отличие от ранкинной гигонии условия, конечно, оно обобщает условия ранкинной гигонии на разрыве. Но только там, здесь еще более общее, здесь, во-первых, конечный... Я как бы предвидел, ну, ладно, извините, пожалуйста, все, я молчу. Конечный промежуток – раз. А второе, ну, значит, тем самым, это те уровни, между которыми волна бежит, они не являются постоянными, как в Бюргерсе. Они меняются со временем и пространством. Ну, вот так что об этом я скажу ниже. Либо только пространство, это зависит от задачи. И так все результаты строгие. Ну, что, значит, схема построения верхних и нижних решений, это все более-менее представляют. Я об этом почти говорить не буду, если кому-то нужно напомнить, я напомню. Значит, основана последняя формальная асимптотика. Формальная асимптотика строится на... Ну, так сказать, мы в нашей школе развиваем идеи Тихонова, Васильева и так далее. Идея каких-то, ну, отчасти лишь у колесерника. Значит, идея для нелинейных задач применения этой схемы, она состоит в расщеплении исходной сложной задачи на ряд более простых подзадач, для которых строится как бы связанным образом отдельная асимптотика, и в конце концов получается формальная асимптотика всей поставленной задачи. Что такое формальная асимптотика? Асимптотика по невязке, формальное решение, это все представляют. Это, ну, то, что если вы подставите некую функцию, неким образом полученную, а я предлагаю метод дохождения этой функции, то тогда в уравнении появится некая невязка, завязчивая от параметра, применящаяся к нулю, при применении параметра к нулю, ну и с неким порядком, возможно. Значит, все результаты, о которых я говорил, это асимптотические результаты, то есть справедливые на неком диапазоне значений малого параметра, то есть ноль, эпцион с ноликом, в каких-то прикладных задачах, в том числе в тех, что мы делаем обратно из задачи на основании этого метода, очень полезно этот продукт оценивать, не всегда это удается в общем виде, ну а я бы даже сказал, что в общем виде это практически бесполезно. Значит, метод состоит в том, что, ну, чтобы строить асимптотику, нужно, расщепив на подзадачи, нужно исследовать операторы, порождающие формальную асимптотику, значит, главные члены, как обычно, из нелинейных вообще задач получаются, даются, либо требуются, либо даются достаточные условия их разрешимости, а дальше линейизованные задачи, порождающие приближение, а они нужны как с точки зрения, как с точки зрения, ну, приложения, так и с точки зрения теории, для доказательств, которые играют важную роль, значит, нужно установить обратимость этих операторов, исследовать обратимость, это зависит от задачи. Ну, и при применении того метода, который я применяю, нужно установить их, установить их, тот факт, что эти операторы монотонные, операторы, сохраняющие порядок, монотонные операторы, положительно обратимые, тут много есть названий, и это, наверное, тоже вам, под работающими, не менее теорией уравнений, это понятно. Вот это, если говорить, это суть того подхода, что нужно делать, это методология того, что делается, значит, каждый раз исследуются операторы, порождающие асимптотику, я об этом тут, конечно, долго говорить не могу, ну, что-то скажу по ходу. Из этих, с помощью этих операторов, собственно, строится асимптотика, и строятся так называемые асимптотические нижние и верхние решения, отличающиеся друг от друга асимптотически мало, между которыми заключено точное решение, ну, и отсюда следует существование асимптотической оценки, да, ну, а если речь идет о периодических задачах, периодических троих задачах, и о задачах об отыскании стационарного решения, то и информация об устойчивости, об этом я не скажу, но тоже не хочу деталей, технику вас вводить, тем более, там у нас обозначение, мы привыкли не так, и там вопросы возникают, и мы привыкли так ставить в этот, ну, математика это не запись, а это идея, с моей точки зрения. Итак, что дает принципиально асимптотический анализ? Принципиально, в отличие от других подходов, в том числе от численного подхода, в том числе от общих каких-то подходов, он дает довольно точную информацию о структуре решения. В частности, для уравнения реакции и диффузии этих некоторых классов систем, которые я не стал приводить для экономии времени, для многомерных задач, это описывает, строго описывает, локализацию внутреннего переходного условия, ну, возникающего или, ну, при определенных условиях. Значит, это главное. Вот, иной раз для приложений, это принципиально. Где находится, например, ну, достаточно точно, прогнозировать можно нахождение фронта вот в этой задаче. Ну, вот если в бюргерсе, ну, либо без разглаживающего члена рентильной гигонио, он там устанавливает положение распространения со временем, если знаете, как в этом. То здесь это задача, если в конечном взгляне, и в таком смысле более сложная, потому что коэффициенты зависят и от пространства, могут зависти от времени. Итак, что устанавливается? Адельство от синтезии устанавливается. Вот, ну, во-первых, как я говорил, это существование устойчивости по липоновоустационарных решений, либо периодических решений. Локализация и ассентатическая по липоновоустационарность. Ну, значит, в каких-то задачах нам удалось доказать, доказать теоремы о формировании фронта из гладких начальных данных. Есть какие-то теоремы, их можно найти, доказанные нами более. Ну, мной там, с авторами, они разные. Ну, и дальше важный, как я говорил, фронт распространения. Что это? Распространение, значит, мы должны, вот если мы знаем, что он в какой-то начальный момент находился в какой-то точке, вот больше я об этом буду говорить, то в какой точке он будет находиться в каждый следующий момент на промежутке рассмотрения. Пример еще существования там? Конечно, существования, доказательства существования этого фронта и так далее. С существования, я говорю, что строятся верхние и нижние решения типа фронта. Они с использованием базовых теорем сравнения, либо теорем по дифференциальных миоральствах, мы можем доключить, что между этими верхними и нижними решениями есть ну, решения из того класса, который мы смотрим. Здесь еще раз говорю о классических, ну, и о тех решениях, о которых я говорил с разрывом первой, с разрывом второй производной, то есть лишь только гладкие, то же самое можно делать. Есть такие теоремы. Итак, теперь что удается сделать? Что доказано? Вот на основании статистического анализа дальше я чуть-чуть это развернем. Значит, во-первых, довольно простой результат для приложений, крайне важный. Вот есть, вот это, ну, для конкурса задачи. Примерно то, что я сказал. Это задача, что я сформулировал. Здесь задача более сложная ситуация. Я буду говорить о том, и сейчас приведу пример, как это работает. Вот простейшее уравнение для локализации, ну, главного члена в описании локализации фронта. Х0, Х0АТ, вот такое тривиальное, простое уравнение, описывающее движение фронта. Вот В, правая часть, вот в этой тривиальной, автономной, автономном уравнении первого порядка, ну, это, она определенна входными данными, и это я приведу, в каждой задаче это своя. Ну, а вот это Х0, под нуля, это Х0, 0, это начальное положение сформированного, иной раз без доказательства, а просто мы считаем, что вот есть, начальный момент фронт, ну, там можно сказать более точно, что это значит, положение, начальное положение фронта, а это вот его в каждый момент времени. Так вот, что здесь удается сделать? Ну, это фронт, вы определяются входными данными. Вот, для приложения здесь, ну, проще ничего не придумать. Ну, это результат осинтетического анализа для, вот это положение фронта, для сложной начальной задачи. фронт, что мы называем положением фронта, вот надо бы сказать, так-то так, это вот фактически, сейчас будет видно, сейчас как-то сложно, мне, мы немножко разные задачи занимаемся, но все-таки это, вот как вы представляете, в уравнении типа Бюргерса, или просто Бюргерсе, перескоп с одного уровня на другой. Значит, и положение фронта, это пересечение, вот, точка пересечения некого уровня между, между этими уровнями, так сказать, ветвями, левой и правой ветвями этого фронта. Фронт это решение. Так вот, поскольку там при тех условиях, о которых я буду говорить, эксценциально быстро перескоп происходит, то, ну, фактически уровень, от уровня этого, я не понимаю. То есть левая и правая часть фронта, я не понимаю. Левая и правая часть фронта, я не понимаю. Левая, ветер, так вот у вас есть некий, вот вы бежите между нулем и фронт воздвижется, между нулем и единицей, да, монотонный фронт движется вправо. Положение его в момент времени Т, какая-то Х0. Вот то, что левее Х0, это левая часть, она близка к нулю, резкий фронт, а то, что справа Х Х больше Х0. Вот это вот ветви, которые вручатся, я тогда картинки покажу, чтобы было понятие. Вот это уже более-менее понятно, то, что я сейчас сказал. Борис Иванович Ну так же, как в рамкинии гоняо, примерно. А здесь вот это... Не примерно, а в точности? Ну, в точности, хотите в точности. Только здесь там на бесконечность уходит, здесь в конечном промежутке, на конечном промежутке. Вот уже у вас главный член степотики определяется вот этим условием? Ага, главный член степотики локализации, не главный член степотики, главный член А сам фронт, его описание асимптотическое состоит из части внешнего разложения, внутреннего разложения и так далее. Но я еще раз говорю, для приложений важен вот этот основной... А условия допустимости вы получаете? Чего допустимости? Разрыва. Нет, сейчас, секундочку. Здесь условия для... Нет, конечно, все это есть. Безусловно, сейчас я буду формулировать, я еще введение делаю. Обязательно, обязательно. Теперь я проиллюстую каким-то примером. Покажите, как функция V строится, как она находится. Сейчас я сразу же покажу. Андрей Евгеньевич, уважение к вам сейчас сразу же покажу. Так вот, ну, только еще закончим. Так вот, смотрите, что здесь еще? Оказывается, что вот это уравнение, довольно простое, тривиальное, плоское асимптотического анализа. При тех условиях, которые я все-таки скажу ниже, вот такое, если оно... Сейчас покажу, какой V от X, какой V от X. Сейчас покажу, немедленно покажу. Есть такая функция. Вот сейчас покажу. Каждая задача, она своя. Здесь есть ряд разных совершенно задач, где V в каждой ситуации получается своя. Вот в том-то и есть преимущество. Вот однотипно они выглядят, а она своя. Так вот, я хотел сказать только о другом. Что вот это простое уравнение, если здесь есть стационарная точка, ну, какая-то константа. Вот X0, постоянная. Ну, вот точка покоя, вот это реально уравнение. Она, вот точка покоя, продюцирует, ну, так сказать, устойчивое решение в той исходной сложной задачи, которая, ну, начиналась с которой. Вот если эта стационарная точка есть, то и там есть стационарное решение, локализованное, ну, с внутренним переходом в леди этой точки. Вот это тоже основной результат, о котором сейчас будет говориться. И более того, устойчивость, либо неустойчивость этого решения тоже легко следует. Вот из этого очень тривиальное уравнение. Ну, вот, например, в достаточном условии первой теремы Липунова, если ДВПДХ 0,1 меньше 0, то эта точка покоя асинтетически устойчива. И вот то решение, которое мы строим, оно тоже асинтетически устойчиво в исходной сложной задаче. А теперь все-таки пойду ниже. Это вот теперь давайте так, все-таки, к реакции адвеса ДВПД. Перейдем. Ну, вот, ну, такое классическое, здесь все классические решения. Граничные условия не зависят от времени. Это важно. Потом скажу, и давай вы из фото сами понимаете, что это разные задачи. И опять же мы говорим о существовании прималых Эпсилон решения с внутренним переходным слоем. Если он где-то есть в начальный момент в окрестности какой-то точке ТХ 0, например. Я говорю, я не вожу ничего. Я смотрю на эту задачу и говорю, что рассматриваю вот эту задачу. Никаких наглостей. Все тут совершенно, вот, написано уравнение. Я говорю, рассматриваю эту задачу на некотором диапазоне 0, не включая Эпсилон с ноликом, включая. И вот этот результат, который я формулирую, существование решения вот того типа, о котором сейчас я буду теорема. Оно существует, ну, при достаточно малых Эпсилон. Эпсилон, ну, вообще погнать какой-то момент. Погнать не нужно. Юра, 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 пожалуйста. Ну, значит, можно, конечно, говорить, что тогда решение вот то, поточечный. Ну, я могу сказать, конечно, если вопрос уже возникает и мучает, почему же мы, человеку, не удовлетворить любопытство. Значит, я могу сказать, что поточечный предел вот этого решения, ну, при х, меньше х ноликом, и больше, ну, фиксированных, при х, меньше х ноликом, будет вот к некому такому разрывному решению. Значит, вот вне зоны перехода, вне зоны слоя, ну, здесь в пределе формируется разрывное решение. Из чего оно формируется? Сейчас я поясню вижу. Итак, все-таки будем говорить об этой задаче с малым параметром эпсилон. Вот такая задача. Дальше двигаемся. Теперь я сформулирую условия о движении фронта. Задачи, когда есть движущийся фронт. Это очень похоже на то, что есть в такой классическом Бюргерсе, на бесконечной прямой. Ну, там Рамкине-Гегонио, значит, вы сейчас увидите. Итак, что вот это уравнение, когда мы положили эпсилон равным нулю, то вот получили так называемое вырожденное, либо укороченное уравнение, либо по-английски reduced equation. Это как хотите. И вот это уравнение, оно дифференциальное, нелинейное, первого порядка. Значит, здесь есть всякие тонкости. Конечно, нужно его разрешение чем-то гарантировать, но на данном этапе, поскольку я буду в самом общем контексте, я буду говорить о том, что это уравнение имеет два нелокальных решения на всем промежутке от нуля до единицы, которое одно решение, одно решение этого уравнения использует левое граничное условие, вот это условие там слева, и мы называем его, и оно за респектопикса, вы видите, еще раз, это здесь нет, конечно, уже постановки есть. Вот это условие на Б, вот здесь нет условий на Б. На Б? На Б? На Б. Что на Б? Нет условий на Б большое, просто я смотрю, нет. На А есть. А и не надо. А и не надо. А зачем вам на Б сейчас сразу так условия? Я говорю, что вот задача вот эта. Хотите, чтобы я дал достаточно условия? Ну, наверное, дам, если захочу. Пока не хочу, потому что не готов. Чтобы вам аккуратно, устно давать. Нет, ну два таких решения можно построить. Одно есть нуля. Конечно, есть. Есть и локально. Эта задача имеет два решения, вот таких. Одно использует левое граничное условие, одно использует правое. Более того, мы предполагаем, что эти два решения, вот эти уровни, о которых я говорил, между чем будет фронт бежать, это не обязательно на всем промежутке. Ну, давайте здесь мы возьмем так, для упрощения. Они между собой упорядочены. Упорядочены. Вот таким образом. Фи-эль, ну, значит, и меньше. Они даже могут быть на разной. О-0 может быть и больше О-1. Но вот сами решения получаемые упорядочены. Фи-эль меньше Фи-эр на замкнутом промежутке. Ну, в данном случае это одновременность задача 0-1. Это, ну, вот требуем. Потом продемонстрируем важным классом задачи. Пусть такое выполняется, да? Конечно, пусть обязательно. Это обязательно. Это условие теоремы. Тут очень даже нужно. Понятно. Но оно сильно ограничительное? Ну, в этом-то и задача, что мы должны иметь два уровня. Это вот аналог тем самым Бюргерса. Вот есть два таких уровня, между которыми. Между этими и будет бежать фронт. Между Фи-эль и Фи-эр фронт побежит. Хорошо. Понятно. В Бюргерсе наоборот, а у вас просто поток вогнутый, да? На Б ничего не надо. Скажу потом. В Бюргерсе наоборот. В Бюргерсе наоборот. В Бюргерсе наоборот. Должно быть меньше Фи-эр. Не, можно. В Бюргерсе можно наоборот сверху вниз. Ну, это, слушайте, все зависит, как вы Бюргерс будете смотреть. У вас вогнутый, да, Бюргерс? Можно так, ну, вверх, вправо бежи, тоже есть такие задачи. Я вот смотрю такое, такую ситуацию. Там тоже можно было от нуля, и монотонный слой бежит. Николайкас, 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 Бет у тебя произволен. Ты что-то там наложи, хоть условия-то так не принесет. Но это и есть условия. Это и есть условия, на самом деле. Это условия на Б. Условие на С1 содержатся в условии на Б фактически. Да, все не надо. Все содержится. Все здесь содержится, вот чтобы эта задача была. Конечно, вот если я захочу работать ближе к приложениям, то я должен исследовать вот это условие, выполнимость этого условия. Это понятно. А здесь ничего другого не придумаешь. А теперь вот такие требования на вот этот коэффициент адвекции. Вот этот коэффициент адвекции, вычисляемый на левом решении Фея, должен быть больше нуля. А на правом меньше нуля. А вот это уже, действительно, вот если бы стояло О здесь, вот это было бы очень похоже на Бюргерс. Это выполняется поменьше для Бюргерса, если так забежать. Но не только из-за Бюргерса. Это по существу средство. Затем вводится так называемая средняя величина от адвекции. Средняя величина от адвекции. Вот такая вещь. Коэффициент адвекции вычисляется средняя. И мое предположение в гипотезе H2, что вот эта средняя величина по О от коэффициента адвекции при всех х от нуля до единицы, она больше нуля. Значит, собственно, сейчас понятно, для чего она служит. Ну, это вы сами догадываете. Если кто про Бюргерс знает, то поймет, что это аналог того, что в Бюргерсе. И теперь, и теперь. А теперь вот самое ключевое то, что вопросы уже возникали. Теперь посмотрите. Вот теперь мы говорим о задаче для Х0. Ну, это Ранкин и Гегонию. Это практически. Потому что среднее значение у вас. Конечно, конечно, там сразу вы получаете. Это обобщение Ранкин и Гегонию. Да не обобщение, а в чистом виде Ранкин и Гегонию. Хотите, да. Но Ранкин и Гегонию пишется для постоянных верхних и нижних. Ну, хотите, да. Хотите называть разность. Здесь же разность просто функции потока. У вас же там примитивная К. Это как раз первообразная К. Это функция потока, да? Вот этот интеграл, это разность. Интеграл, да. Вот в этом случае это, конечно, так. Да, да, конечно. То есть это разность на отношение просто, да? Да, да. Ну и фактически вот, но только у меня здесь. В отличие от Ранкин и Гегонии, здесь все зависит еще от Х0. Значит, эта функция, ну, Х0 пробегает от 0 до 10. Тем самым все здесь выше зависит от Х0. А что это за функция И от Х0? Ну, конечно. А что это за функция И? И, вот она. А, вот она сам Трех, господи, извиняюсь. Ну, вот разность первообразных есть расписанных. Ага, да, да. Ну, я понял. Ну, можно так сказать, если это вычисляется, если вы загнали только от У сюда, но здесь еще от Х0, обратите внимание, это немножко другое. Чуть-чуть другое, ну, чуть-чуть, но другое. Немножечко, но другое. Итак, здесь зависимость от Х0, ну, в каком случае ты вправо. То есть, если там убрали, загнали, то играл бы в одномерном случае это одно и то же. И чисто ракет, ни другого нет. А здесь не с этим чистый. Вот скорость в чистоте, ни в чистоте. Вот он, пожалуйста, в отличие о том, что там... А предыдущий условие означает, что у вас фронт движется вправо, да? Да, я взял, чтобы фронт движется вправо. Ну, теперь смотрите, вот, это фактически задача, речь идет о движении фронта. Вот главный член, вот это функция В. Теперь стационарные точки, если есть, они отличаются за стационарным состоянием исходной задачи. Асимпатически устойчивые точки отличаются за стационарные решения исходной задачи. Ну, и вот тогда, если говорить, я ее не формулирую аккуратно, теорема существования единственных результатов и аппроксимация вот этого решения, мы его называем решением в виде движущего фронта, с главным членом в описании локализации, и вот это значение. Ну, вот, немножко обсуждали, действительно, если там у, просто у, это просто чистая антендиогигония, ну, если там нет зависимости от х, это почти то же самое, можно называть антендиогигонию тоже, а если у нет, то есть у нет отличия, тем более это на конечном происшествии. Итак, еще раз, точка X0,0, она может произвольно визита, да? Да, X0,0 это начальное положение. Начальное, но его можно где угодно поставить? Да, вот на этом промежутке, если сформирован, он будет двигаться вправо. Я здесь выход на границу, на границу, ну, не рассматриваю здесь, я, может, мог бы и формулировать какой-то результат, не хочу. Здесь мы только движение. Выход на стационар, связанный с… Есть такой результат у нас, есть, но на стационар, когда решение превращается из фронта, просто в погранслойное решение, вблизи, например, правой границы есть, как говорится, но явно не считается. Итак, двигаемся дальше. Теперь вот то, что в blow-up, я бы называю вострение, все-таки у меня результаты симпатические, у вас там сложное определение blow-up, вот такие стационары по blow-up. У меня вопрос чуть-чуть. Смотрите, что там? Из информации об этом уравнении, описывающей регулярные части, разрывное множество решений описывает. Вот это уравнение описывает, ну, разрывное множество решений. Изъекта мы его будем… Вот спитовали, мы его в той сейсной. Так вот, мы теперь хотим… Вот Андрей Евгеньевич, как ты говорил, почему у вас так? Да потому что мы здесь не какой-то обрекли внимание на некий эффект. Поэтому мы и в месте движения, и обострения смотрели. И нам показалось, что в рамке вне зоны это нет, а у нас это выше. Так вот, здесь вот что здесь будет. Фактически то же самое. Вот если смотрим на это уравнение, теперь давайте на это уравнение посмотрим так, что при каком-то… Одно из решений, скажем, правое решение у нас, решение Фи-Э, оно, как и было, все с ним в порядке, а вот решение этого самого простого уравнения, выраженного, короченного, оно вот разрушается. Разрушается вот таким вот, Фи-Э, это минус бесконечность, 3х, применяющийся к хс. Вот такое решение. Ну и… А все-таки до хс у нас есть упорядоченность, если не включать хс, вот эту точку, где обострение происходит, решение левого, вниз, ну выбрана категория метр, здесь вот это упорядоченность соблюдается. Ну и те же условия фактически, какие были вот в том результате, о котором я говорил. Значит, вот те же самые фактически, до хс. Ну, а теперь, как же себя будет вести решение? Решение. Значит, решение будет, приближаясь, ну, двигаться за этими уровнями, так сказать, на скачке, ну, в тем слое, амплитуда будет расти. Вот это эффект. Растет, растет, и ну, достигает, мы дальше не описываем, мы не говорим, что мы не продолжаем, мы ничего, мы видим, что до тех пор пока работает эсентоника, я могу говорить, по стиме, это, до какой величины это может, то я этим не буду заниматься. У нас амплитуда решения на скачке растет. Так вот это эффект. Вот это есть эффект. Это плюс тот, что получается. Итак, в этом случае, что решение, вот то, что я говорил, использует скачок, имеет скачок на фактически вблизи технических приходов. Значит, время, при котором, ну, его можно оценивать вот таким образом ТЦ, это вот начальное положение до ХЦ, там где обострение происходит, ну, интеграл такой величины, связанный с правой частью В. Вот оценка времени, оценка, все равно, потому что результат эсентоничный. Вот это, то может я покажу и скажу об ограничении. Здесь мы взяли, что там продемонстрировали. Вот если взять, а теперь тогда, какая правая часть? Ну, правая часть, ясно, тут мы можем разные правые части моделировать. Берем типичную с кубическим усилением. Значит, ну, как правило, вот здесь надо понимать, что числа, еще не знаю, что тут сделано, посчитать, что... Что? Кубическое это нормальное явление? Почему? Кубическое усиление это нормально, хороший тип, когда реализуется такое усиление. вот такое усиление. Значит, вот если взять кубическое усиление, то тогда решение... Ну, здесь взяты, цветок они, что подобраны какие-то... Так, чтобы это теорема... Вот то, что проиллюстрировать, только... там же теорема, там ничего не было. Проиллюстрировать, только проиллюстрировать. Ну, здесь, вот для этого, здесь чем оно хорошо? Вы видите, вот тут все хорошо вычисляется. Вот, если, как вы правильно говорили, здесь это все убирается, вот здесь, вот рамки-либи, вот в этом смысле рамки-либи его не понятны, когда убирается здесь. Ну, вот уравнение В, здесь какая? В вот такая в данном случае. Там все интегрируется, получается, в чистом виде, вот оно уравнение движения, фронт расположено в ВС-0-0. Ну, здесь выписывается, точно выписывается СЛТР, ну, тут можно смотреть, если разрушить... Да, да, да. Здесь у вас выпуклый случай, функция потока выпуклая, в отличие от того, что вы раньше рассматривали, поэтому там... Скорость должна уменьшаться при переходе через линию разрыва, а у вас увеличивается. У вас же волна разряжения здесь должна идти. Нет, 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 ну, это в этот сходах, в этот сходах. Здесь определяется вот этим интегралом, он зависит, от чего зависит. Ну, сейчас я покажу, от чего он зависит. Может, здесь плюс нужен, вот здесь? Нет, нет, все здесь, со знакомом все нормально, здесь просчитано, было аккуратно. Может, я переписываю ошибся, что-то, но я думаю, это было... уже не должна пойти. Нет, нет, выходи, что-то подлежит, сейчас будет понятно, почему. Вот. Уже от Римана пошла, Может быть, за счет УФКУБе, что ли, вот этого источника? За счет УФКУБе. Итак, вот, конечно, здесь ясно, что нельзя на ту задачу сравнивать, значит, вот, смотрите, вот какая картиночка. Вот это решение ФИЭЛЬ, вот это ФИЭР, ну, и ясно, что интеграл здесь с знаком минус, вот это здесь вычислять, но в данном случае для конкретных вот этих, значит, не провалил. Вот. Так, ну, здесь идет начальное подкорнирование, я об этом не буду говорить. Но здесь скачок неправильный у вас. Ну, что значит правильно? УФКУБе должно быть меньше, чем уФКУБе. Сейчас, еще раз. УФКУБе УФКУБе правильный бюргерс, выпуклый. Нет, нет, нет. Все здесь нормально. А вот кто правил? Скачок такой не может быть. Почему, почему не может быть? Потому что правильный бюргерс. УПТ это равняется У в квадрате пополам на Х. А там знаки так поставлены. Посмотрите, потом отдельно. Жень, там производный ПТ минус стоит. Посмотри. Не важно. Оля, правильно, спасибо. Так что вот, спасибо. Это уже от судня уже, так сказать, слабо начинаешь реагировать. Так вот, Презводный ПТ неправильно там, да? Ой, неправильно. Правильно. Правильно, правильно там все. Там все расставлены знаки так, что соответствуют этой картинке. А теперь это счет. Счет просто иллюстрирующий. Я больше здесь верю Николаю Евгению чем вам. Он профессионал. Да, я не понимаю. Ну, это 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 вы можете верить Семинар занимается точной наукой, не верой. Вернитесь к уравнению самому, посмотрите внимательно на него, все это нормально стоит. уравнение нормально стоит. Рассчитывается. Ну, умножить на минус единицу. ДО по ДТ равняется У на ДО по ДХ. Обычный бюргерс выпуклый, поэтому условия на олене на разрыве У с плюсом меньше У с минусом. Ну, когда переносишь производные все первые в одну сторону, видишь, что получается. Получается обычный бюргерс, а раньше был не обычный бюргерс, а в обморке. Не обычный бюргерс получается. В обморке был бюргерс. Со знаком минус. Я должен перед производной по Т и перед производной по Х первой однозначим быть, а здесь разные. Ну, значит, я думаю, что со знаком минусом. Да, да, все правильно. Кто там доверял больше меньше, но ладно. Что делать? Правда, я все извините, я не прошу. Все нормально, хорошо, разобрались. Разве я пойду там, где доверяют. Все правильно, извините. Надо думать. Ну, дайте я ускорюсь чуть-чуть. Так вот, смотрите, вот здесь, собственно, вот эта картиночка счет, здесь счет иллюстрирующий. Вот так оно происходит. Могу вернуть еще раз. Вот это я называю эффектом. До какого-то момента работает обострение асептотика, дальше здесь счет, счет, конечно, ничего не доказывает, но иллюстрирует. Так вот, теперь, 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 я хочу сказать, что в деленной теории волн здесь картиночка такова, что всегда, всегда, опять же, я не буду сейчас с вами обсуждать, потому что слишком поздно. Я уже еще... Не, нормально, очень интересно, и как бы хочется разобраться, да, если это все... Ну, конечно, хочется. Я ссылочки дал, если кто-то заинтересуется, посмотрит. Не, лучше сказать вот так, в прямом режиме, когда автор не разобрался. Тяжело уже в 9 часов уже, кстати, идеальный дюношка. Ну, так, ладно, это шутки в сторону, а теперь вот хочу сказать, что в случае нелинейных волн здесь такая любопытная ситуация возникает, что всегда, всегда, ну, вот так бы ты проб не выбрал, вот при таком усилении есть промежуток, где он обязательно разрушится. Ну, и вот здесь вот это выбрано, видите, я вернулся сейчас, ну, такой, но случай вот бессимметричный взятие условия, левое, правое, а там обязательно найдете ответчик какой, великой. Я сейчас не хочу это обсуждать, и приложение не хочу обсуждать. Ну, да, а у куб тебе там нужно, тебе нужно у кубит, именно у кубит, да, пусть у хэзэм. Взять и другое, чтобы вот это управление, вот это имело разрушение. Любое. Вот здесь ус, ой, это легко считается, аналитика просто. дается. Не, ну, понятно, понятно. А если у вас пречисленные, вовсе не обязательно, вовсе не обязательно, здесь есть и более сложные полиминальные воздействия и так далее, и здесь не обязательно, вот, из чистого бюргерства вот этот коэффициент. это вот такой яркий пример, где можно посмотреть. вот здесь что я хотел бы показать, что здесь всегда возникает такая точка из соображений, опять, тут долго можно обсуждать, что если вы, фронт начальный, у вас будет в левей точке, есть точка стекционара, причем точка стекционара, вот, у этого уровня, она неустойчивая, неустойчивая. И поэтому, если вы возьмете слева фронт от этой точки, здесь в данном случае подобран так, что это иллюстрирует, но это и общая ситуация. Здесь в точке одной, второй, он покатится фронт влево и разрушится где-то здесь. Справа разрушится здесь. Ну вот я здесь сейчас какую-то покажу, два примера у меня тоже посчитаны и даже сделаны. А я писал, какой здесь берется? Маленький какой-то, да? Эпсилон, сейчас там было написано, вот сейчас покажу. Два примера считаются, влево и вправо. Обязательно, здесь мы взяли чуть левее точки равновесия, точка покоя неустойчива, а это вот счет. Сваливается влево, разрушается, обязательно, вправо при усилении, обязательно разрушается. Никуда оно дальше не побежит, никуда не убежит. Бесконечность, вот при таком усилении, если вы расположили где-то фронт, то обязательно будет разрушение. Вот что это, какой здесь эффект. Разрушение вот такое, но вот амплитуда на скачке растет и фактически разваливается. Счет разваливается, там есть и диагностика, опять же не об этом речь. Иду дальше. Ну а теперь скажу... Подожди, подожди. Вот так ты писал все это, что будет при Эпсене, когда Геннадьеву к ныне. Оно не стремится к ныне. Эпсене, когда Геннадьеву к ныне. Что получится там? Там усиление, допустим, с разрывом получается. Я понимаю. А вот эти картики там, они связаны были? Здесь Эпсилон мало, вот оно здесь где-то выписано. Ну фиксировано, оно есть, но фиксировано. Фиксировано, мало, фиксировано. Диффузия есть. Если хотите, если теоретический результат, то фиксируете точку Х0 вот здесь, фиксируете в любой момент ее, вот здесь, вот здесь уже, вот вы говорите, что здесь, вот эта точка, где-то здесь будем считать, уровень пересекает вот здесь. Вот видите, здесь видно, что я имею в виду? Вот пересекает некий уровень. Вот здесь. А если вы берете, отступите на любое, фиксировано дельта, сколько угодно малое, влево от этой точки, Х0 от Т, и вправо от Х0 от Т, и при фиксированном Т, устремите, ну Х и Т фиксированы, в данном случае, устремите Эпсилон к нулю, то вы приблизитесь слева к этому, а справа к этому. Хорошо. Что будет понятно, да, так более-менее? Двигай дальше. Вы сейчас выписывайте, выходит до... А вот эта точка, Х0, как она берется еще раз? Не боевая, подожди. Это любая точка расположения фронта в начальный момент. Давайте двигаюсь дальше, двигаюсь дальше. Теперь вот я хотел совершенно теперь быстрее ускорить, не все удастся мне рассказать, может быть, я когда-нибудь сейчас еще вернусь к каким-то задачам к вам. Вот я вижу такой живой интерес и такое существенное недоверие. Ну, что делать? Нет, просто пытаюсь понять. ничего, это понятно, что... Все пытается понять. Конечно, конечно, но здесь еще раз идет речь о той области, прошу прощения, где я специалист. Так что, можно доверять все важно, но... проверяем, подожди. Конечно, это вот, я вот можно взять даже журнал, съесть и тихонечко все перепроверить. Одну ошибку, спасибо, но ошибки-то ничего страшного, ошибки, ошибок принципиальных нет, а вот со знаком плюс-минус вдруг там я... Ну, вроде бы, Оля помогла там разобраться нам со знакомыми, а я уже с вечера уже реагирую слабо на знаки. Итак, теперь то же самое примерно можно сделать для то же самое для модульной велинейности, там все выписывается, примерно то же самое все выписывается, вот модульной велинейности выписывается вот это уравнение, когда я сделал здесь Т0 от Х в обозначениях принятых в не менее теории ВОМ, здесь поменял Х и Т, вот уравнения, но они по-другому выглядят, ну, вот здесь вот что-то аналог Ранкинея Гюгонева, вот он аналог Ранкинея Гюгонева, здесь это ТР, при публическом усилении все выписывается, там есть интересный, но интересный вот такая штука, здесь везде я брал константы, так теперь смотрите, вот если вот это то, чем я последнее время занимал, это не герпорезультатов, если взять по меньшей мере граничные условия зависимые от ТР, это в уравнении типа фадратичной миллионности, в уравнении типа модерной миллионности, здесь будет совсем другая ситуация, теперь вот если посмотреть, ну вот например на бюргер с осмотренными миллионностью, вот такой, когда зависимость граничных условий от Т зависимости, тут можно еще из другого выкатывать, так вот теперь уже вот эти то, что я говорил, крылья фронта, теперь это уже как их не сделаешь, их так не сделаешь, потому что ну теперь смотрите, из такого выраженное уравнение теперь у меня помещается, что он закрывает, выраженное уравнение теперь уже уравнение часто производных первого порядка, и с ним надо работать. Соли восьмой, да, B, B, UXT, ну хоть деплижи там, что такое B, напиши там, что это такое вообще B, вот я уже показал, вот например было, например куб было, например куб, а какие-то специальные усилия, ни хрена там смотришь Юра, Юра, ну ты без агрессии, ну хорошо, Юра, без агрессии, пожалуйста, ничего страшного, вечером, вечером можно и агрессию сейчас, правда поздно, ну верующие, неверующие, я сейчас поздно, агрессию лучше придержать, лучше придержать, сейчас пост великий, поэтому лучше, Юра, пожалуйста, нижний, Юра, ни в коем случае, ни в коем случае ничего не надо изопотреблять, что мы делаем, когда он от Т зависит, что происходит? Вот теперь смотрите другая ситуация, теперь мы не можем брать решение, с которым находятся вот эти левое и правое решение, вот уравнение, это вот такое уже теперь будет, использовать вот эти граничные условия, зависит от Т, вот должно вот такое уравнение, и оно уже тоже не подходит совсем брать из того уравнения и собственно в случае стационарное решение же у вас существовало, не стационарное же получается да, там было фактически мы это некое вот мы допустили, что такие типа решения существуют, вот более общая ситуация, конечно вот это, когда здесь вот это уравнение и собственно здесь то же самое мы можем, но только теперь смотрите, я знаю, тоже у меня сил не будет, времени не будет, здесь уравнение теперь локализация, оно более сложное, оно уже неостановное, да, 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 уже сложнее гораздо уравнение, и фактически находятся две поверхности решений и между ними ищется путь, по которому движется вот этот фактически точка положения фронта движется, ищет вот это равновесие, вот это уравнение, оно гораздо более сложное и возможностей в него больше, вот это, собственно, этот результат формулирован в нашей последней статье Савуденко, но есть другие работы, там есть в ссылках, они у меня есть, где математическая часть этого освещена. Ну и теперь я хочу сказать, что вот если говорить, ну совсем коротко, теперь почти голубом по Европам уже будет по полтора часа и лет, это я не рассчитывал это говорить, сколько-то мне уже. Значит, я теперь скажу о периодических задачах, о периодических краевых задачах, ну есть задачи, задачи с модернами или минус, есть и для аналога подразительными, и вот опять B, B опять, ну нет, Юрий, ну уж извините, вот B, B просто B, ну некая функция такая, которая допускает там возможность прижимания. Просто B, да? B это просто ужасно, ужасно, ну, что ли? и так, и так, ну вот теперь если о периодических задачах говорить, здесь я очень быстро просточу, так сказать, просто дам картинку того, что делается, эти задачи в том числе и многомерные нами делаются, что-то есть в печати, что-то вышло, многомерные в них все вышло, ну, есть что-то и многомерные. Итак, ну вот такая типичная периодическая краевая задача, здесь данные периодические, сюда можно было тоже включить периодичность, пока не включал, здесь это периодический источник, вот ее периодичность есть, ну и ищется периодическое решение, вот это периодическое, удовлетворяющее периодическим граничным условиям, ну и вот такая стандартная постановка. Речь о кандидатском решении. Ну, может быть, и она для модульной нелинейности. Ну, здесь случай быстрых осцилляций. Можно посмотреть. По-моему, я сейчас запланировал, что это случай быстрых осцилляций для модульной нелинейности. Ну, и так я быстро пробегусь. Вот здесь я называю быстрой осцилляцией, когда у меня здесь медленная осцилляция, и там это будет оправдание, когда малые параметры при всем вот этой части параболического оператора, при второй диффузии и ПТ, вот общая, это медленная, быстро, и тогда вот это все-таки выскакивает сюда. Ну, это ясно с заменой можно, но периодичность вот такая в этом времени. Здесь масштаб времени, это порядка единица. Ну, вот такая, вот теперь тоже постановка о периодической задаче. Хотите, здесь можно рассматривать, я твой случай рассматриваю, лучше тогда здесь какой-то гладкий переномка. Ну, я сейчас довольно быстро. Значит, что здесь требования? Опять такие же требования. Вот здесь можно увидеть. Значит, вот это уравнение, использующее уравнение частных производных первого порядка, ну, и можно здесь, это эффект разрывный, используя левое и правое граничные условия, такие, и формирует вот решение, которое две функции, вот такие, плоскости пространства, и минус, и плюс, упорядоченный, при фех XT, ну, из области рассматривания. Упорядоченный. Ну, здесь, поскольку здесь газета можно не ленивить в таком числом виде, то одна из них ниже нуля, вторая выше нуля. Это ж уж не обыкновенное уравнение. Нет, вот такое уравнение. Да, это не обыкновенное уравнение. Нет, куда не берут с технической. Там-то было, ладно, решали ОДИ. А здесь что? Вот такое. Ну, здесь, когда у больше нуля, у вас здесь стоит плюс. А, ну, по физике, да? Меньше нуля, а вот это уже, вот эти-то, они, а, я тут не могу сказать. А, ну, да, понятно. Здесь оно меньше нуля, надо сразу взять. Это я, наверное, говорил, где-то, может, здесь не забыл сказать. Здесь больше нуля. Итак, две плоскости. Теперь вот эта функция, которая, ну, вот аналог того, что в рамки не гонило. Здесь вот она, такая. Это плюс, плюс, вот просто две складываются. А уравнение, уравнение для локализации главного члена, вот оно. Вот оно. Это периодическое уравнение первого порядка. Вот такое. И мы требуем здесь. Конечно, вот это требование выливается на те, на B, на A, на все это выливается. Что вот, вот это мы имеем. Это независимо от того, что есть. А, ну, там A нету, только B. Только B, Юрий, только B. Больше ничего. Так вот здесь вот это имеет периодическое решение, требование. То есть, от нуля до единицы. То есть, вот слой болтается. Теперь вводим вот такую функцию. Вот эта правая часть этого уравнения. Правая часть уравнения. И, конечно, как я говорил, что следующее приближение, ну, чем-то определяется. Вот на линейозом уравнении. Вот если мы ввели эту функцию, то мы, наше требование, что среднее от производной по X, этой функции для цепи T, больше нуля. Вот это. И тогда, когда, когда, если мы будем строить приближение и искать разглажение вот локализации внутреннего переходного слоя, то получим вот такие задачи. Ну, это из-за синтетического анализа. Где вот для того, чтобы... Если больше нуля, среднее, как вы получите периодическое решение? X от T, имею в виду. Если вот это среднее, у вас больше нуля. То есть волна движется вправо, да? Как периодическое решение? Это не важно. Подождите. Вот я о чем говорю. Смотрите. Так вот, X от XT, вот эта волна движется не вправо и не влево, она периодически движется по промежутку 0 и X. Их 0 от T это периодическое решение. Но влево и вправо. Влево, вправо от T. Слой внутри колеблется периодически. Задача периодическая. Решение вот это периодическое. Вот эта задача. А вот среднее у линеризованной задачи среднее. А вот когда мы линеризуем, фактически так строится синтетика. Ну, следующее передвижение ищется из линеризованных задач, где некое наполнение есть. Но главный член, оператор, вот оператор, если говорить оператор, порождающий это разглажение, вот он оператор ДПДТ, КПХ, КПХ, на этом уже найденном из нулевого прижима решения. Вот и вот это положительный среднень. Значит, это что это дает? Это конечно правильно, это дает то, что вот этот оператор является оператором порождающим, я говорил, вот здесь частично выделен начальник, оператором сохраняющим порядок, все задачи разрешимы и причем нужным образом разрешимы. Условия обеспечит то, что этот оператор, производящий разложение является периодическим, ну и дает возможность доказать существование решения локализованного вот ну если хочешь высокое смысл построить, вот здесь больше членов строишь, ну и так далее. Ну и остальные операторы более-менее традиционные, но тут уже сложно. Ну и теперь основной результат здесь такой, например, в этой теории, если А0А3 выполнены, то тогда при достаточно малых экземплярах, об этом говорю, что это имеется в виду, существует решение задачи, ну задача начнут периодическое после, и причем такое, что крекцион вот этот интерес был, крекцион равен 0, если мы чуть-чуть отступим за точку 0, вот чуть-чуть, где-то она внутри, влево или вправо, мы имеем этот плюс в этот минус, это поточечный предел крекцион примерно смысл. Вот и говорит, вот такое множество разрывных решений, оно соединено внутренним переходным слоем, который тоже отписан с методом просьбом. Обычно я, ну и теперь совсем корот я скажу, что мы это связали с, и сейчас пару статьей написано, вышла где-то в обратных задачах, одна в ГВМ, что-то еще есть на выходе, с обратными задачами, уже где конкретные коэффициенты усиления, например, линейное усиление, обратные задачи здесь ставится определить, ну, некие, это какие-то обратные коэффициенты задачи на основании асимптотик, не только перспективный область, где мы в результате применения асимптотик получаем гораздо более простые, как они, корректные или некорректно поставленные задачи для коэффициентов уравнения. Я просто мелкие вопросы. Да, да. Знаешь, X-T большие и X-T вообще-то нужен Эпсинум. Что? Эпсинум еще раз? Три запятые на стоят. Три запятые. Смотри, X-T T плюс T большой Эпсинум. Ну, не Эпсинум. Вот, я не понимаю. А потому что решение зависит от Эпсинума. Это периодическое решение. Уравнение зависит от Эпсинума. Раз уравнение входит Эпсинума, решение это уравнение зависит от Эпсинума. Ну, можно не ставить, если жаргона, иногда я не ставлю на спецкурсах, не ставлю, говорю, что, конечно, решение будет зависит от Эпсинума. Ну, потому что здесь Эпсинума, что решение зависит от Эпсинума. Вот и все. А этот, ну, уравнение оригинальный влажный нормально. Не, нормально, нормально. Юрий, вы за мной следите. Вот это мне понравилось. понятно. Очень хорошо, очень хорошо. Ну, значит, я хочу вот это обратить внимание, что вот это сейчас, ну, может, какое-то время, можно отдельно сделать доклад. Там есть у нас, вот, есть группа результатов, где мы получаем общие теоремы, и где-то для конкретных задачи мы решаем на базе асимптотических методов, получая более упрощенные задачи, из которых мы находим асимптотическое решение обратных коэффициентных задач. И это, конечно, меня даже показалось странным, что это не делалось. здесь надо, конечно, здесь есть много подводных камней, есть возможность применения, для каких акционов применения и так далее. Но мне представляется эта область весьма перспективная. Мы с тобой знакомы, где я буду виделись, а я забыл уже. Юрий, конечно, не связанно с вами. Может, даже обязательно даже видеться. А как не видится нас? Уже давно живем на этом дело в свете. Мы с тобой знакомы не знают. Юра, сбивай семенаж. Господи, Юра. Все хорошо. Уже надо заканчивать. Фактически я на этом хотел закончить, потому что здесь я не буду проходить через эти задачи. Здесь тоже можно. Ну и вот я добавил к тем публикациях, которые я там приводил в тезисах или в аннотации. Ну, здесь еще то, что... Николай Николаевич, к нам просьба. Просто вы пришлите мне в вашу презентацию, и кто захочет, я могу передать. Конечно, конечно. Пришлю обязательно. Обязательно. Ну, дорогие коллеги, я все силы уже потерял, сегодня у меня лекция, там заседание, еще что-то было. Нет, спасибо, все равно как бы... Возвращение, если я там уже медленно реагировал на что-то. На знак, на выпуклость, логнутость. Иногда я применяю другую терминологию, но еще раз вот... Ну, а здесь такие тоже специалисты. Женя, по-новому... Да нет, Ольга Сергеевна вопрос про Исмена. Нет, как бы, это очень интересно. В данный случай есть кто может прокомментировать. Это все-таки выпуклое функция потока. Николаевич, вы закончили, да? Да, конечно, все, вот спасибо большое. И сейчас готово решить, если способен еще шевелить эти вот... Сейчас, спасибо, давайте вас поблагодарим первый раз. И вопросы, которые еще остались у аудитории, пожалуйста, я прошу задать. У нас есть эксперты, поэтому поблагодарим. Николай Николаевич, спасибо большое. По-моему, очень интересный доклад, очень содержательный. У меня вопросов много, я не знаю, стоит ли сейчас с них ввязываться. Давайте я... коллеги, коллеги, я побежал. Правильно, на следующую заседу. Спасибо за участие, спасибо. Дай бог, откроется, вот это все откроется, уже близится к этому. Ну, можно будет как-то менять семинары, вы и доложите, и расскажите, и вопросы сразу зададите, и сравнение. Вы знаете, близкими задачами тоже занимаетесь. Николай Николаевич, у нас есть семинар свой. Может быть, вы у нас в понедельник эти расскажете еще? В понедельник вы выяснили. я вот... Коллеги, давайте еще здесь поговорим. Потому что это у меня слишком большая плотность, мне еще нужно в ближайшее время, ну, я так был подключен в школу Виктора Антоновича, мне надо в ближайшее время тоже сделать, но с уклоном на обратные задачи, а мне это даже чуть сложнее, надо презентацию совсем новой готовить. Ну, это же не естественно сейчас, это когда вам будет удобно. А, это уже в ближайший понедельник, я испугался, вдруг в ближайший. Нет, нет, это следующий, для сегодня. Ольга, пожалуйста, задайте вопрос. Для вопрос, для вопрос, подождите, секундочку, у меня на самом деле вопроса много. Предпринимый вопрос у меня такой, вот вы рассматриваете функцию потока, которая равняется модуле ул. А почему именно такое? Наверное, это из какой-то оптики происходит? Вот почему именно оттуда с ума? Ну, Ольга, конечно, я хочу сказать, что там сейчас, ну, фактически, с одной стороны, разрывы, фактически, эта задача моделирует межфазовые переходы, когда коэффициент вот этой адвекции, не обязательно, чтобы модуль такой стоит, это вариант только, хотя вот с модульной адвекции, вот если заглянуть на Олега Владимировича Руденко, который вам наверняка тоже хорошо известен, да, конечно, так что я не сомневаюсь, он это хорошо, очень хорошо обосновывает выделение этого класса задач, а до меня это попроще, это вот рвется коэффициент при каких-то уровнях у, там, модуль, это при нуле, резко изменяется коэффициент, это может быть другой уровень, межфазовый переход происходит, и коэффициент меняется, это может быть источник, там одна из ссылок, которую я в тезис так дал, она опубликована в ЖВМ у меня с учениками, и там рвется самый стойший фазовый переход, понятное дело, фазовый переход, по-разному, там же можно вставить просто ну, в квадрате с каким-то коэффициентом большим, все равно там будет резкий переход. Нет, это понятно, что и так он резкий переход, но здесь там резкий переход в самом скачок, вот скачок вот меняется совершенно свойство среды и как-то меняется коэффициент переноса совсем, например, то есть это вот это не просто модель, а есть реальные физические задачи, хотя она не есть прямо но вот я не могу сейчас так прямо сказать хорошо я где-то даже в статье вот там у меня где-то есть вот в этой статье, которая там как-то называется математиком модульного nature of именно там позаимствовал от Олега Владимировича ссылочку и там что-то сказал как вот это возникает задача сослался на него сослался и там вставил один из вариантов ну и таких вариантов много вот если обратить мне кажется что это тоже любопытный очень любопытный класс задач а вот эти обобщенные решения взяты в самом простом виде класс решений взят самый простой подходящий для этой ситуации и не намного осложняющий все рассмотрение и применение базовых теорем потому что вот для этого случая есть вот эти базовые теоремы сравнения там ну я в работе есть ссылки на задачи когда рвут только официанты понятно а вот еще можно я поступлю эгоистично еще раз сразу вопрос второй а можно ли эти результаты обобщить на задачу каши когда у вас вот эти вот условия проявые это асимптотика решений на бесконечностях на одной на другой тут есть какое-то обобщение по меньшей мере я не делал я не видел два ответа и три не знаю ли получится и даже прогнозировать поскольку мозг уже так не видит такое позднее время даже маленького прогноза не могу сделать ну это непосредственно не рассматривали да это совсем не рассматривали роль конечно здесь огромна ну да конечно здесь выделяется вот таким образом граница всем управляет она влияет из границ этого конечно можно там что-то делать и что-то развлекать будет ли это искусственно будет ли это применимо вы наверное говорите о задачах применимых я тоже знаю что у вас задачи ну это есть разное удовольствение вот этот отрезок на котором вы работаете просто удлинять его удлинять вот этот для меня отрезок от другой что-то зависит вот там есть такая ситуация которая для нелинейной теории вон когда вы можете что-то вырезать как бы из этого рассмотрения вот это бесконечной прямой все происходит но вы что-то вырезаете и все-таки что-то имеете возможность наблюдать в каких-то местах почти неизменяемое ну вот в таком приближении но это так сказать еврейский ну там краевые условия слишком хорошо подготовлены гораздо интереснее ситуация когда знаки неправильно меняются тогда там погромничный сбой возникает а такие задачи корректны для уравнений первых условий но не странные эти условия то есть там не обязательно принимает функция краевые условия в каких-то областях в виде неравенств формулируются условия ну наверное наверное это могут быть другие задачи но мы то чем занимаемся то я рассказываю наверное можно и другие задачи выставить да здесь это первое ну смотрим многомерные такие же задачи многомерные области связаны например да есть и говорители вот это задача потом можно смотреть то чем я занимался в последнее время многомерные задачи в квадрате да в таких областях прямоугольных нет здесь то что мы сделали взяли для простоты периодическую полосу по одной перемене а я поняла да спасибо полоса периодическая по второй перемене двумерная задача была рассмотрена по второй периодичности ну и слой вот так туда периодически по одной переменной и периодически мы вот только периодически задачи сделали ну периодически же плохие задачи получаются там возникнет погранслой у вас вот нет в этих задачах не возникает есть граничные условия третьего рода там все сложнее третьего рода сингулярно возмущенный там возникает ну и там сложнее здесь задачи условия территории здесь ничего нет а там а вы говорите повторять периодичность все повторяю периодичность там ничего нет периодичность повторяю переменной и условия периодичности решения повторяю переменной вот у насев такой рассматривается от нуля скажем до по x1 по x2 и r и условия периодичности по x2 решение решение периодической по t и по x2 вот такая задача рассмотрена А в одномерном случае вы периодически по X рассматривали задачи, когда UL равняется UR? Да. Рассматривали тоже? Не рассмотрели, хотя приложение подталкивает такие. Такую не рассматривали. Наверное, надо ее рассматривать, потому что приложение подталкивает на такую задачу. Ну, там она будет проще, в таком смысле, сложнее. Но в дальнейшем пересмотрели. А можно еще вопрос? По поводу этой функции B. Вот вы рассматриваете функцию, как нечетную по U. Вот если рассматривать там, например, четную функцию, там изменится что-нибудь? Дай Бог памяти. Что-то я давал, оно так и не опубликовалось. Ну, что-то там похоже. Там в одну сторону блуа возникнет только, да? Да. Ну, надо хорошенько подумать. Нет. Ну, там, смотрите как. Если сохранить тот же коэффициент U, вот там тогда уравнение будет. Если она вот этой задачи рассматривает, там-то одно U уйдет, останется DU под их равняется U. Грубо говоря, простое. Да. Вот что-то мы делали в этом направлении. А какое-то условие на Москва, наверное, есть, да? Вот, что U должно расти больше, чем что-то, чтобы в УАП. Я думаю, да, что здесь понятно, понятно, что… Ну, я думаю, скорее всего, что надо нечетный, с нечетными U, если смотреть только вот на такие степенные усиления. Ну, все нечетные там… А там что-то с четными Олегом Владимировичем Руденко говорил, что-то там есть какое-то там чего-то… Почему-то это не нужно. Почему-то нечетные. Сейчас не помню, не могу вспомнить уже сегодня. Ну, это же вопрос моделирования. Что мы моделируем, конечно, это такое. Нет, вот действительно, с одной стороны моделирование, ясно, что… Ну, и предугадай. Здесь, конечно, что-то далось совершенно задаром. Я посмотрю на… Ну, студентам мы рассказываем про вот это обострение решения на втором курсе с квадратичной нелинейностью. Да, с этого начинается теория разрушения, а им приводим вот так. А здесь вот оказывается, что вот определенный тип решений в периодичной параболической задаче обостряется. и тем, что обостряется решение упрощенной задачи. Проецируется не только свойство устойчивости, но и свойство обострения на решение общей задачи. Ну да. Должно быть было в общей ситуации, конечно. Так, Олег, ну мы много чего сегодня пообсуждали уже. Какой-то еще острый вопрос есть? Кто-то хочет? Острый вопрос не надо поздно. Дайте такой помягчий вопрос. Да, да, да. Ну если… Спасибо, пожалуйста. Нет, просто такое… Просто мы уже перебрали время, уже докладчика нашего замучили. Конечно. Я об этом просто… Ну, я думаю, что потом через некоторое время с какими-то другими результатами и, может быть, о чем-то подробнее выделил какой-то… Хорошо, да. Это было, в общем, такое… Я не обещаю, что в ближайшее время… Нет, 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 Николай, ты не речь не о этом же время. Тем более вам… Я уже надоел сегодня. Нет, Николай, не надоели. Устал, ничего не спрашивают. Просто мы… Чтобы у нас впереди, у нас было будущее такое, в котором есть что-то еще. Будущее у нас светлое. Да, будем планировать на будущее. Хороший у вас семинар. Я, к сожалению, у меня еще тоже совпадает по вторникам и наш семинар. Мы же делали его максимально поздно. Максимально поздно, когда уже все уже спят. Если я провел лекцию, если я там еще проседал и провел еще свой семинар, где уже умирать? Ну, это понятно. На сегодня мы получаем 2-3. Мы еще больше делаем. По секрету вам скажу, хоть это в интернете все уходит. Бокальчик вина выпить один. Красного. Из этого здоровье подливает. Так что вот. Да. Коллеги, ну что, мы сейчас еще раз поблагодарим нашего докладчика. Большое спасибо за… Спасибо, 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 да. Да, до свидания, до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. Да, вам спасибо, спасибо, до свидания. Да, интересно было в конце концов пообщаться. Да, да. До свидания. Ну, звоните, если какие-то проблемы есть. Мимо семинара тоже можно пообщаться. Ну, вот на сломановские чтения, я вам дам ссылочку. Хорошо, да, да, да. Я думаю, тоже по ссылке. Да, да, да. Сависан Анатольевич, вы с авторами. Хорошо, хорошо, обязательно. 1 апреля будет у нас. Да, я помню, да, да. Спасибо, спасибо. До свидания. До свидания, до свидания. Всего хорошего. Отдыхайте. Спасибо. До свидания.